Летняя резиденция Хана. Сейчас от Саунского дворца сохранилась в частичке стены и фундамент. Он очень сильно был разрушен. И его возвели сейчас в такой зеленой красивой кухне, чтобы сохранить удременно, что хотя бы осталось. Саунский дворец вы будете посещать. При расходе Саунского дворца вы обнаружили вот такие предметы. Смотрите, это из низкооплицовочной, из сферокомуса, из посуды, да? Но вот эту часть, небольшую коллекцию мы собрали. Сейчас же есть такие висячие изнавески, да? Но в то время в Саунском дворце тоже были висячие изнавески. Изготавливали их из стекла, но и также и из кости могли изготовить, да? Ну а следующий наш макет, дорогие гости, походите с этой стороны, чтобы вам было видно лучше рассмотреть. Давайте. Это восточная палата. Там же она еще называется Кангская баня. Бань по территории Майдена-6. Но их, конечно же, было намного больше, да? Очень много открытых выборщиков, какие-то хранилища. В бане были общественные. Были какие-то женские пики, были какие-то русские пики. И да, человек приходил в баню. Выходил в три баня. Смотрите, да? Там стояла куховая печь и ступанка. Потом он проходил в помолочную комнату. В каждой бане были четыре помолочные комнаты. В некоторых памятах среди еще был и фонтан. Смотрите, дорогие гости, в 13-м веке была затратная система отопления. Домогарная система отопления. Подборная система отопления. То есть, топовые, полные, как и сейчас, в 13-м веке здесь уже были. Вот по этим керамическим трубам. Смотрите, дорогие гости, вот эти керамические трубы изъяли как раз-таки из бань. Горячий воздух из печи расходился, да, вот внизу. И тем самым здание отапливалось. Нужно было мыться план, так как полы были очень горячими. Вода в бань поступала с самотеком из ближайших водоемов под керамическим трубом. Посмотрите, в 13-й век сами уже изготовлены вот такие керамические трубы, да, и теплые полы. С этой стороны такая вот посуда, и с этой вот керамической посуды накопаем, смотрите. Вот такие посуды в каждой помырочной комнате стояли по три штуки. В один поступала горячая вода, в другой поступала холодная, в третьем смешивали и мыли в роль тазиков. Но тазик такой, что домой его не прихватывают, да. Видите, какой тяжелый. Ваня были, в Абринском, хаман. Ну и мы с вами сейчас проявляем. Таким голосом. Он будет бескочен. А итак, дорогие гости, здесь мы с вами видим предположительно булгерские лица. Вот сделали выводы, что древние племена булгер предположительно выглядели как раз-таки вот так вот. Здесь мы с вами видим и мусульманской внешности, и славянской внешности, и предки башкир, предки чубаш. И вот сделали выводы, что древние племена булгер, они выглядели как раз-таки так. И знаете, упоминаю, что древние племена булгер, они были все низкорослые. Самый высокий рост у них был, это метр шестьдесят. Светловолосые, с дубными глазами. При строительстве вот этого музея, музея булгерской цивилизации, были найдены вот такие предметы. Посмотрите, это и подвески, и клестики натерны. Также здесь было найдено сохранение в сидячем виде. Посмотрите, посмотрите, и в руках он держался, вон тот крест. Его лицо, посмотрите, дорогие гости, что это положительно, даже в 90%, что это лицо вот этого мужчины. В 90% что это вот в ледовом области. Было очень богатым лицом, и приезжал сюда, на дабаках, как торговый. Кто с христианином искупил с местными мусульманами как раз-таки, а скоро пошло 3-ти. Кто с христианином искупил с местными мусульманами.